Это уже третья машина от государства в жизни Михаила Ивановича. В далёком 93-м году он попал в аварию. В 90-е помощи от государства практически не было. В России с 2001 года людям, которые в результате производственной травмы стали инвалидами, представляют автомобили бесплатно. И по этим историям легко отследить, как менялся российский автопром. Сегодня инвалиды получают современные машины с автоматической коробкой передач. Это уже третью нам даёт. Первая К, была потом Лада Семёрочка. И вот это уже третья государство нам выделяет. Так что спасибо Владимиру Путину. Это, наверное, получше, чем Семёрка. Я думаю, наверное, да. На автомате ездили? Пока нет, но я по жизни-то водитель думаю исправлюсь. Ну, думаю, так нормально. Хвалят вообще-то эти машины. На автомате ездили? Да. Под капотом этих лифтбэков 16-клапанные моторы, 106 лошадиных сил, управление педальными, продублировано на руле. Автомобили специально доработаны для людей с ограниченными физическими возможностями. За 16 лет работы программы в Мордовии «Соцстрах» выдал 277 автомобилей, потратив на них без малого 50 миллионов рублей. С начала этого года мы выдали 15 автомобилей, сейчас ещё 15. Из них 10 – это в районах республики, и 5 – в городе Саранск. Делали опрос среди наших пострадавшим гораздо выгоднее на наших российских дорогах использовать российские автомобили. Представители фонда социального страхования отмечают, что автомобиль для человека с ограниченными физическими возможностями – это нечто большее, чем средство передвижения. Получив возможность ездить, эти люди получают больше поводов вписаться в современную жизнь. Евгений Симкин, Павел Толобаев. Наши новости.